Здравствуйте, Марш. Здравствуйте. О, ты так быстро. Да, очередей, слава Богу, не было. Ты как? Нормально. А голова не болит? Не, не болит. Я сильно перепугался. Ну да. Давно у тебя не было такого приступа. Извини, Машка. Ты чего, с ума сошел, что ли? Извини, за что? Машка. Машка, ты чего делаешь? Ты чего, не видишь, что здесь люди ходят? Понасставили тут качели. И ты слезь. Маш, перестань. Что, перестань? Ну что, ну я же тогда маленький был. Хватит себя накручивать. Сам упал. А я взрослая. Могла бы за тобой присмотреть. Вот если бы я тогда внимательнее была. Маш. Ну что, Маш? Если бы ты тогда не упал, не было бы этой. Все, ладно. Пойдем. Пойдем. Точно голова не болит? Все нормально. Здравствуйте, Машенька. Спасибо. Осторожно, осторожно, Игорь. Вот так вот. Осторожно, Игорь. Нет, я вижу, Маш. О, Мань, ты сметану купила? Я забыла тебе сказать. Да, все купила. А я щавеля из дома привезла. Щи сделаем. Здорово. Класс. Ну что, врачу звонила? Что он сказал? Да звонила я врачу. Что он скажет? Нет. Все то же. Миома головного мозга операбельна. Но у нас такие операции не делают. Только в Германии. А это... Дорого. Очень. Но можно подать, конечно, на грант. Только шансов мало. И там такая очередь. А у Игоряка приступы все чаще. Вчера всю ночь с ним просидела. Думала, что все. Господи. Если б я тогда была с ним рядом. Если бы... Маш, ну что ты? Ты же его вырастила. А родители... Алкаши были наши родители. Чего уж там. Ладно. Я побегу. А вы сегодня до скольки, тетя Надь? До шести буду. Спасибо вам. Что бы я без вас делала, тетя Надь? Все будет хорошо, Маша. Игореш, я побежала. Ты лекарства принял? Принял, принял. Слушай, ты б не сидел так долго у монитора, а? Врач сказал, что это вредно. Большое напряжение на глаза. Маша, что мне делать? Читать мне много нельзя. У компьютера мне сидеть нельзя. Телевизор нельзя. Почему нельзя? Можно. Только в мир. Прости, Маша. Прости, пожалуйста. Я просто устал. Игоречек, хороший мой. Я все сделаю, чтобы ты поправился. Все. Честное слово. Маша, ты иди. Иди, а то опоздаешь. Я сегодня недолго. Угу. Пока. Угу. Никогда, ты слышишь, никогда я не буду твоей. Зря ты так, зря. Я всю жизнь тебя любил, всю жизнь. Я жить без тебя не могу, понимаешь, жить не могу. Никуда ты от меня не денешься. Да что-то ты погубил Александру. Столько невинных людей погибло. Ты подлец. Я ненавижу тебя. Да, да. Это я устроил аварию в самолете. Я. Злишь, ну злишь. Я люблю, когда ты кричишь. Кричи, тебя никто не услышит. Все равно. Стоп. Снято. Марго, ты как всегда прекрасна. Спасибо, Максим Петрович. Марина Соловьева снялась в нашем проекте. Ура. Слушай, я ничего, что... Да нормально, нормально. Спасибо большое. Так, готовимся к следующей сцене. Какая у нас следующая? Готовимся к сцене 20-14. Что там в этой сцене? Там Сергей с родителями встречается. Да помню я. Спасибо, Максим Петрович. Жалко, что так быстро все закончилось. Одно закончилось, другое начнется. У меня есть для тебя предложение. По-моему, очень даже заманчивое. Какое? Вова, ты подождать можешь? Мне надо на маму звук перевесить. Ты видишь, я разговариваю. Я быстро. Вова, исчезни. Потом сами будете орать, почему звук не готов. Совсем распустились. Ну так вот, мне прислали сценарий нового проекта. Угу. Вот, проект долгоиграющий, но там для тебя есть главный ролик. Спасибо. Но есть один небольшой нюанс. Нюанс? Да. Съемки будут проходить в тайге. Мы поедем в экспедицию на весь съемочный период. Экспедиция? Все, все, все. Ну. Макс, можно я фаны поменяю? Меняй. Ну ты понимаешь, там посоветоваться надо. Да мне до лампочки какие там будут фаны. Мечтатель. Мариш, все-таки может подумаешь, а? Время еще есть. Нет, Максим Петрович, спасибо. У меня не получится. Жаль, жаль. Да. Ну я побегу, тут ты видишь, дурдом совсем такой. Да. Ну еще, еще увидимся. Костя! Костя! Манюшечка, пойдем переодеваться. Да. Пойдем, дорогая. Костя, цены 1-0, 112, бюллипейс. Мария! Погодите. Здравствуйте, Мария. Меня зовут Виктор Сергеевич. Вот. Очень приятно. Я хотел бы с вами поговорить об одном деле. Но мы вроде не знакомы. Может быть, вы согласитесь со мной отобедать? Я приглашаю вас в лучший ресторан, если вы, конечно, не против. Я против. Да, погодите. Я думаю, вы меня неправильно поняли. Я хочу предложить вам новую роль. Так что ничего личного. Роль? Ну, судя по всему, вы никакого отношения ни к театру, ни к кино не имеете. Вы спонсируете новый проект? Можно сказать, что и так. Только вот суть этого, как вы выразились, нового проекта. Довольно сложно объяснять в двух словах вот так сходу. Ну, может быть, мы с вами пойдемте в парк, посидим, поговорим. Ну, хорошо. Только если недолго. Хорошо. Угу. А здесь подожди. Да. Ну, я внимательно вас слушаю. Я хочу предложить вам сыграть роль молодой женщины. Ну, почти вашей ровесницы. Я... Я готов заплатить вам за это гонорар. А? Очень большой гонорар. Можно сказать, самый большой гонорар в вашей карьере. Ну, так что за роль? Где сыграть? Я ничего не понимаю. Простите, я, видимо, не с того начал. Дело в том, что две недели назад мой сын попал в страшную аварию вместе с женой. Жена погибла на месте от полученных травм. А Андрей сейчас в коме. И его состояние продолжает оставаться крайне тяжелым. Ну, я вам сочувствую. Спасибо. Так вот. Врачи, конечно, надеются вывести его из комы. И они утверждают, что его шансы на жизнь будут намного больше, если он, ну, когда выйдет из комы, увидит рядом с собой жену, которую он безумно любил. Ну, а я здесь при чем? Я предлагаю сыграть вам роль погибшей жены моего сына. Вы ненормальный? Я не договорил. Гонорара, который я вам заплачу, вполне хватит на то, чтобы оплатить лечение вашего брата за границей. А откуда вы знаете про моего брата? У меня очень хорошие источники информации. Это бред какой-то. Каким образом ваш сын примет меня за свою жену? Вам сделают пластическую операцию. Что? У меня что-то плохо с дикцией. Я повторяю еще раз. Вам сделают пластическую операцию. Ну, а потом некоторое время вы будете изучать манеру веры двигаться, одеваться, ходить, черты характера и прочее. Но вас же учили этому в институте. Ну, а так как актриса, вы очень талантливая, вы... Послушайте, а вы сами верите в то, что вы сейчас говорите? По поводу вашего таланта? Ну, я не большой специалист, но у меня хорошие консультанты. А что касается внешности, то есть врачи, которые запросто смогут... Вы меня извините, конечно, но это вам нужно обратиться к врачу. Правда, простите. А вы все-таки подумайте. Я буду ждать. Да, теть Надь? Детонька, милая, приезжай, Игореша худо. Очень худо. Я скоро это вызвала, а ты прямо в больницу к ним уезжай. Да, хорошо, я поняла. Сейчас, сейчас, милый. Потерпи, потерпи. Приступ удалось купировать, но есть подозрение, что возникли метастазы. Необходимо срочное хирургическое вмешательство. Еще такой приступ он может не выдержать. А когда он может повториться, этот приступ? Ну, этого никто не может знать. Но вы же можете что-то сделать. К сожалению, у нас нет необходимого оборудования, Мария. Игорь, Игоречек, Игоречек. Мария. Мария, пожалуйста. Пожалуйста. Иди. Такие операции на данный момент, Мария, делают только в Мюнхене. Мы можем подержать его на препаратах какое-то время, но кардинально эта ситуация не изменит. Маш, поверьте, единственный выход — это устроить Игоря на лечение в Германию. В ту клинику, о которой я говорил. И чем скорее, тем лучше. Да. В Германию. Они готовы его принять, гарантируют положительный результат. Но... Нужны деньги. Да, нужны деньги. Очень большие деньги. Я поняла вас. Спасибо. Всего доброго. Да, Мария, я слушаю. У вас телефон мой есть. Да, конечно. Вы передумали? Мне нужно с вами поговорить. Что-то серьезно, Миша. Пойдем, пожалуйста, поезжаем. Да пойдем. Пойдем. Мы пойдем с тобой на колесе кататься? Что ты смеешься, позвоним? Пойдем с тобой на колесе кататься. Здравствуйте, Мария. Пойдемте. Здравствуйте. Добрый день, Виктор Сергеевич. Как вы просили, мы сегодня не открывались. Прошу. Пожалуйста. Проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, что-нибудь хотите? Чай, кофе? Я нет. Нет, спасибо. Угу. Вы действительно уверены, что это возможно? Вот так вот изменить внешность? У меня действительно есть специалисты, которые могут это сделать. У них вполне достаточно опыта. После лихих девяностых многие хотели измениться до неузнаваемости. Так что опыта у них и практики хватало. Ну, а сейчас современные технологии шагнули настолько далеко вперед, что вопрос упирается только в деньги. А их, как вы понимаете... А их, как вы понимаете... У меня же должны быть хоть какие-то гарантии, что вы вдруг не передумаете. Мне кажется, это разумно. Хорошо. Еще с ним должна поехать тетя Надя. Она с ним с самого детства. Я не возражаю. Пусть будет тетя Надя. Это все? Нет. Есть... Есть один нюанс. Я исполняю роль жены вашего сына. Это значит, что я должна... Ну... Простите, вы говорите об интимной близости? Поверьте, после такой длительной комы ему будет не до этого. Вы меня извините, конечно, за подробности, но я знаю, что я говорю. Так как я сам был в подобной ситуации, и я по себе знаю, что такое вернуться оттуда. А к тому же вы актриса, и... Я актриса. И, возможно, я торгую своими эмоциями, своими переживаниями, но не своим телом. Да перестаньте вы. Вы брата своего спасаете. А я сына. Ну, мне же надо будет как-то объяснить свое отсутствие. Я думаю, будет правильным сказать всем своим близким, знакомым, что вы уезжаете в длительную командировку, ну, куда-нибудь там глухое место, где связь затруднена, где очень плохо с интернетом, и поэтому с братом вы только можете изредка переписываться. Вы уже все продумали. Привычка, знаете ли. Не люблю экспромтов. Ну, если только они тщательно не заготовлены. Мария, да не волнуйтесь вы так. Все будет хорошо. И с вами, и с вашим братом. Я познакомлю вас с хорошим психологом. Это старый друг нашей семьи, она знала веру. Она поможет вам адаптироваться. Она поможет вам адаптироваться. С ума с вами, и с вашими tourists. Я жду. Ага. Я же. Я жду. Ладно. Я же. Я жду. Я же. Я жду. 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 Я не жду. Познакомьтесь, это Светлана Григорьевна. Здравствуйте, Светлана. Мария, можно Маша? Ну что ж, я вас покину. Я завтра заеду за вами в десять. Хорошо. Присаживайтесь, Маша. А вы смелая девушка, Маша. Маша, решиться на такое способен не каждый. Ну да, смелая. Видимо, у вас на это есть серьезные причины. Да, серьезные. Понятно. Ну что ж, помогу, чем смогу. Я хорошо знала Веру. Часто бывала у них дома, помогала, консультировала. А что, у Веры, ну, у нее были какие-то проблемы? У Веры нет. У Андрея были. У Андрея? Да. Вы думаете, что проснется принц на белом коне, но это, это немного не так. Мать Андрея умерла при родах, и Виктор Сергеевич воспитывал его один. Андрей – типичный представитель золотой молодежи. Слегка избалованный, немного эгоистичный. Он хороший парень, но слабохарактерный. На глазах у отца он методично разрушал свою жизнь. Тусовки, алкоголь, наркотики. Его лечили от зависимости в лучших клиниках за границей. Я пыталась помочь. Но, увы. Потом появилась Вера. И она сделала то, что не могли сделать ни врачи, ни я со всеми своими практиками. Она полностью его изменила. И казалось, назад дороги уже не будет, но... Значит, вот почему Виктор Сергеевич хочет, чтобы я... То есть, Вера была с ним. Да, он понимает, что это единственный способ не потерять сына. Это Вера. Так сказать, ваш новый образ. Но в жизни она была лучше. Это фотография с паспорта. Ну, понятно. Разрез глаз. Верхние века подрезать. Опустить несколько. Да, немножко. Вот скулы. Скулы, да. Ну, Андрей Николаевич, ну, вы же видели фотографии и сами рекомендовали ее как наиболее подходящий типаж. Фотографии. Фотографии – это одно дело. Другое дело... Ну-ка. Да вы не волнуйтесь, ничего невозможного нет. Да. Вот так. Ну, самое простое – скорректировать фигуру. Антропометрические данные очень похожи. Ну, а лицо... Ну, а что лицо? Вот, пожалуйста, можете взглянуть. Значит так. Здесь сделаем надрезы. Кожа подтягивается, линия бровей приподнимается, надбровные дуги, да? Хрящевую перегородку сломаем. Таким образом удлинится седло носа. Вот так. Вот. Ну, самое простое – это разрез глаз. Так. Так, подождите. Скажите, а вы сможете потом обратно мне вернуть мою внешность? Мария, ну, мы с вами уже тысячу раз проговаривали этот вопрос. Я еще раз вам повторяю. Операция по вашему восстановлению уже проплачена. Так что вы не волнуйтесь. Не волноваться? Вы собираетесь мне что-то ломать, резать, подтягивать, а я должна не волноваться. Вы мне гарантируете, что вернете мне потом мое лицо? Я велик. Так что лицо я ваше вам верну. Ну, хотя бы я его так и оставил. По-моему, очень симпатично получится. Ну, что ж, начнем. Помолясь. Привет. Все в порядке. Уже разрешили вставать. Сейчас курс химиотерапии, а потом снова под нож. Здесь здорово. Даже не чувствую, что в больнице. Жаль, тебя нет. Целую, обнимаю. Можно? Как вы себя чувствуете? Нормально. Головокружение, тошнота. Прошли? Да. Давайте пойдем на перевязку. Давайте. Ну, на самом деле, винопластика, она сейчас очень... Спасибо. Ну, вот. Забирайте свою галатею. Виктор Андреевич, я надеюсь, вам не надо напоминать, что... Виктор Сергеевич, ну что вы. Специфика моей работы не предполагает афишировать ее результаты. Так что, все, что было в операционной, остается в операционной. Ну, вот она. Мария, 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 Мария. Господи. Что-нибудь не так могу переделать. Что? Я шучу. Мария, Вера... Простите. Не могу привыкнуть. Но вы же этого хотели. Конечно, конечно. Как вы себя чувствуете? Странно. Все как будто в невесомости. У вас ничего не болит? Нет. Физически, она абсолютно здорова. Очень хорошо. Хорошо. Собирайтесь. Я отвезу ее домой. Угу. Да. Спасибо. Ну, вот, этот дом я подарил им на свадьбу. Андрей многое переделывал уже по своим проектам. Он у меня архитектор. Хотел что-то достраивать, и уже чертежи были готовы. Понятно. Но, прошу вас. Спасибо. А Вера хорошо готовила? Да, неплохо. Я надеюсь, у вас с этим проблем не будет? Нет. Мне просто нужно знать, что она готовила, что любил Андрей. Еще, вы к Вере обращались на «ты»? Да, конечно. Я понял тебя. Завтра сюда приедет Светлана, она все подробно расскажет. Угу. Она часто была у них в гостях, и... А почему бы вы мне сразу не сказали, что Андрей, он... А это что-то бы изменило? Ну, и тем более, это все в прошлом. Как ваш... Как твой брат? Насколько мне известно, первый этап операции прошел успешно? Да, все хорошо. Насколько это может быть хорошо? Ну, это прекрасно. Вера, на, возьми. Это видео Андрей снимал. Тут Вера. Я думаю, тебе это пригодится. Дальше. КОНЕЦ 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 Так, сейчас. Сейчас я разберусь, сейчас. Ага, ну, давай-ка помаши. Помаши ручкой зрителям. Привет, зрители. Сейчас, подожди. Стой, 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 стой. Сейчас я разберусь, надо для правил поменять. Ага, вот так. Ага, вот отлично. Вот так и стой. Итак, мы в прямом эфире. Что бы вы хотели сказать миллионам ваших почитателей? Ну? Эм, миллионам я не знаю. Ну? А одному почитателю я бы кое-что сказала. Да? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. То, что ты делаешь, это немыслимо. Ты вообще понимаешь, что ты творишь? Сына спасаю. Чего я у тебя вкусно, как всегда? Тебе никогда не приходило в голову, что в мире есть еще другие люди, кроме тебя и твоего сына? Правда? Ты чудовище, понимаешь? Ну, не такой уж я и чудовище, раз ты столько лишь со мной вместе. Вместе? Ну да. Вечная любовница. Так всегда рядом под рукой. Свет, перестань. Мы с тобой миллион раз об этом говорили. Ты мне очень нужна. Очень. Ты, Андрюшка, это единственное, что по-настоящему у меня есть в этой жизни. Когда все образуется, мы обязательно вместе подумаем, как нам с тобой жить. Жить дальше. В каком качестве? Ты понимаешь, о чем я? А сейчас, Свет, помоги мне. Я тебя очень прошу. Пожалуйста. Какая же я дура. Я думала, что буду готова, но… Этого не может быть. Ну, как видите, может. Проходите. Что же вы стоите? А… А голос? Как… Как же голос? Сделать небольшую операцию на связках. Это немножко повысит тембр. Вера говорила… Медленней? Плавней, что ли? Да. Над речевыми характеристиками и интонациями я уже работаю. Очень похоже. Ты просто талант. Да, по имитации. Имитации у меня всегда хорошо получались. Меня даже приглашали за других актрис дозвучивать. Говорят, не отличить было. Чай будете? Нет. Мы с Верой были на «ты». Хорошо. С чего начнем? Расскажи мне, кем она была до того, как встретилась с Андреем. Расскажи, с кем общалась. Кто были ее родители? Виктор Сергеевич сказал, что мне не придется с ними общаться. Это так? Да. Отец Веры, он рано ушел из семьи. Вера его практически не помнит. Мама ее уехала в Канаду. У нее там своя семья. Жизнью дочери она не интересуется. Ты кого-то ждешь? Нет. У Виктора Сергеевича свой ключ. Я пойду посмотрю. Светка, привет. Слушай, а мы тут мимо проезжали, решили заехать. Узнать как Андрюшка, как Верка. А то мы звоним, не можем дозвониться. Мы даже не знаем, что с ними. После аварии как сквозь землю провалились. С ними вообще все в порядке? Ну, насколько это возможно, да. Они в больнице. Пострадали они сильно, но угрозы жизни нет. Ну, слава Богу. А в какой больнице? Ребята, вы простите, но Виктор Сергеевич не хотел бы… А, да? Нет проблем. Да, понятно. Ну, тогда что? Тогда пока. Пока. Передавайте привет. Скажите, чтобы обязательно, обязательно позвонили, когда приедут. Ага. Поехали. Пока. Ну, что, Андрюха, ты скоро вернешься. Я знаю, все будет хорошо. Тебя все ждут. Так что давай, сынок, нечего разлеживаться. Ну? Ну, договорились. Не надо торопиться, когда ешь. Да, извини. Киношная привычка. Надо быстро все проглотить, чтобы потом успеть отдохнуть. Так. Хлеб белый она тоже не ела. Только черный. И то совсем чуть-чуть. Свет, я не смогу. Сможешь. Обратной дороги уже нет. У тебя все получается. Успокойся. Все в порядке. Ты уже абсолютно готова. У тебя все получится. Приятного аппетита, девушки. Приятного аппетита, девушки. Виктор Сергеевич, пообедайте с нами. Бульон сварила с клетками. Андрюша очень такой любит. Зеленью посыпьте. Вкусно будет. Зеленью посыпьте. Вкусно будет. Ты совсем как она. Андрея вывели из комы. Завтра можно будет к нему подъехать. Завтра. Не волнуйся. Ты абсолютно готова. Ты прекрасно поработала. Это действительно впечатляет. Да. Девочка талантливая. Скажи, а ты уверен в том, что ты делаешь? Да. И хватит об этом. Мы с тобой достаточно об этом поговорили. Поговорили. Ведь мне ее жаль. Жаль. А почему? С ней все в порядке. Ее брата лечат. Ты никогда не думал, что у людей есть чувства? Такие простые человеческие чувства. Что мы не игрушки механические в твоих руках, которыми ты играешь. Мы живые, ты понимаешь? Света, я ни с кем не играю. Это во-первых. Ну да, конечно. Какие игрушки? Ты же серьезный человек. Света, а что происходит? Ничего не происходит. В том-то и дело, что ничего не происходит. Вот уже много времени ничего не происходит. Ты же знаешь, что я ради тебя готова на все. Ты… Света! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты готова? Готова. Постарайся много не говорить. Ну, достаточно будет того, что он тебя увидит. Улыбайся, будь ласковый. Хорошо. Отлично. На сегодня состояние удовлетворительное. Но я попрошу вас, вы только недолго. Он ещё очень слаб. Ясно. Я, пожалуй, сначала один зайду. Ну, привет, сын. Привет, папа. Как ты? Шикарно. Как видишь. Слушай, а где Вера, папа? Ты не волнуйся, сынок. Не волнуйся. С Верой всё в порядке. А где она? Она здесь. Сейчас я... Я её позову. Вера. Вера. Привет. Сейчас. Как ты? В порядке? Да. Да, я, видишь, я жива, здорова. Я ничего не помню. Только удар. Ты в крови. Тебе сильно досталось, да? Нет, я очень быстро восстановилась. Это тебе, вон, как и досталось. Как ты себя чувствуешь? Теперь чудесно. Я теперь тебя чувствую, Верка. Тебя чувствую. Я так тебя люблю, Верка. Что ты, что? Все хорошо? Да, да, все хорошо, все в порядке. Правда. Я переживаю. Ну, все, молодежь. Давайте заканчивать. Врач сказал, долго тебя не тревожить. Все, пошли, пошли, пошли. Куда вы? Подождите. Андрей, хорошему, тебе нужно восстанавливаться. Отдыхай, пожалуйста. Верно, не убегай. Пожалуйста, я опять боюсь потерять тебя. Тише, я никуда не уйду. Я теперь всегда буду рядом. Я буду часто тебя блещать. Держись, сын. Держись. Вы что-нибудь будете? Держись, я буду кофе и коньяк. Хорошо, секундочку. Виктор Сергеевич, у меня к вам пара важных вопросов. Я понял, понял, Люся. Пойдем. Пойдемте. А, Вера, извини, я сейчас. Вера? Вероня! Верка, слушай! Вот встреча! Класс! Мы думали, мы думали, да вообще разбилась. А ты вон, целехонька! Класс! Да меня вылечили. Да, а с голосом что? Связки повредила. А, ну, бедняжка. Мы как сквозь землю просто провалились. Мы даже не знали, что думать, понимаешь? А мы заходили к тебе несколько раз. Да. А Светка сказала, сказала, что ты в больнице, ну, не сказала, в какой. Ага. А Андрюшкин отец, ну, ты сама понимаешь, как он нас любит. Ну, ты, Веронь, давай рассказывай, как вообще сама, как Андрюша. Мы же не знаем ничего. Андрей, хорошо. Он из комы вышел. Из комы? Пожалуйста. Чё, всё. Опа. Ваш заказ. Спасибо. А ты чего это? Что? Чего? Ну, ты вообще-то раньше коньяк на дугу не переносила. Даже запах. Врачи прописали. Врачи прописали. Правда, он расширяет какие-то сосуды головного мозга. А, да. Врачи прописали. А, да. Ребят, ну, правда, у меня была травма головного мозга. Я забываю события, имена, провалы в памяти. Да. Понятно. А, Нина, Влад. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Здравствуйте. А, ну, мы, а мы Веру встретили. Да. И хорошо, что всё обошлось, да? Ну, да, слава Богу, обошлось. Да. Да. А, ну... Ну, мы, наверное... Пойдём? Пойдём? Вера, ты поправляйся. Виктор Сергеевич, до свидания. До свидания. До свидания. Ага. Пока, ребята. Пойдёмте. Спасибо. Всё в порядке? Да. Вот из-за таких вот друзей Андрей чуть себя не загубил. Я сделаю всё, что возможно, чтобы они больше не появлялись. В вашей жизни. В нашей? В жизни Андрея. Привет. Верка, привет. Привет. Андрюш. Извини. Надо бы... Надо медсестру позвать. Да не надо никого звать. Потом всё. Как тебя здесь кормят? Да как видишь. Почти как в Римине. Макарон только не хватает. Кстати, помнишь эту кафешку на берегу моря? Там ещё официант такой был смешной. Лучьяна, да? Андрюш, я не хотел тебе говорить, но знаешь, после аварии я не всё чётко помню. Я думала, это пройдёт, а врачи говорят, посттравматическая амнезия. Вот так. Девочка моя, прости меня, если сможешь. Перестань. За что? Это я во всём виноват. Ты столько натерпелся за меня, я себе никогда этого не прощу. Даже страшно представить, что могло бы с тобой быть. Не думай об этом. Всё уже позади. Ты знаешь, если я что-то буду забывать, ты просто напоминай мне. Как с бабушкой. Как с бабушкой. Я вну, чувак. А где это тут мои очки? А вот же они. Ты, мне кажется, ещё актриса. Кто бы мог подумать. Брось, какая я актриса. А пойдём гулять. Погода отличная. Кто первый на УЗИ? Заходите. Ну, всё. На свободу с чистой совестью. Отлично. Ну, а что сказал врач? Врач сказал, что сам не понимает, каким образом. Но я встал на ноги фантастически быстро. Он даже заикнулся про чудо. Но я-то знаю, что это за чудо. Ну, что ж, ребятки. Я пойду в машину. А вы тут посмотрите всё. Ну, чтобы не забыть ничего. А потом домой. Домой. Я всегда знала, что ты поправишься. Это всё благодаря тебе. Ты спасла меня. Ты мой ангел-хранитель. Андрюш, я далеко не ангел. Ангел. Уж я точно знаю. Ты спасла меня для того, чтобы мы с тобой всегда были вместе. У тебя новые духи, да? Почему? Почему новые? Нет, это старые. Это твои любимые. Это которые в жёлтой коробочке? Угу. Да ладно. Правда? Видишь, как мне заново приходится познавать мир. Щётка! Мы забыли зубную щётку. Да кому она нужна? Новую купим. Да? Ну, конечно. Действительно. Ну, поехали. 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 Андрей. А? Подожди, я... Понимаешь, что такое дело? Я не совсем... Ты не хочешь, да? Нет, дело не в том, что я не хочу. Просто после аварии все эти травмы... я не совсем готова, что ли. Угу. Тебе будет больно? Да. Наверное. Прости. Прости, я не обижаюсь. Ну, что ты. Я всё понимаю. Для меня даже просто обнимать, целовать тебя, уже счастье. Андрей, подожди. Я лицо забыла кремом намазать. Я сейчас приду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет, Влад. А ты куда? Влад звонил. Они сейчас с Нинкой мимо проезжали. Заедут, съездим куда-нибудь. Посидим, поболтаем. А ты отдыхай, я ненадолго. А... Не, если хочешь, конечно, можешь с нами поехать. Да нет, я... Я, конечно, не поеду. Понимаю. Парочка, а не на любителя. Андрюша... А? Может, ты не поедешь с ними? Слушай, Вер, перестань. Я знаю, что я делаю. К тому же, судя по всему, дома мне делать нечего. Да, я слушаю. Виктор Сергеевич, тут Андрею этот Влад звонил. Я так понимаю, они собираются куда-то ехать. Вы просили сказать, если... Он уехал? Ну, да. Видимо, он сейчас за ним заедет. Черт. К Андрею быстро. Так он уехал. Да. Что у вас случилось? У нас... случилось. Но я не смогла. Так. Что, ты опять не смогла? А вам подробно объяснить, чего я не смогла? Вы что, поссорились? Нет. Я старалась быть как можно мягче. А Андрей, он... Он не настаивал. Ты что, не могла как-то это вот? Ну, чтобы его не обидеть? Ну, ты же актриса, черт побери. Слушайте, вы реально не понимаете. Вы не понимаете, что кино и жизнь — это совершенно разные вещи. Там декорации, там партнер. А ваш сын — реальный человек. Он живой. И он любит свою жену. Он ждет ответного чувства, он целует меня, ласкает. И это все происходит не на сцене, а в жизни. Я пользуюсь ее духами, я ношу ее одежду, я ложусь с ним в постель. Но я не могу его полюбить так, как... Так. Слушай меня внимательно, девочка. Если с Андреем что-то случится, если он опять сядет на эту дрянь, я тут же прекращаю переводить деньги на лечение твоего брата. Ты поняла? Я не могу. Можешь. Вера ведь смогла вытащить его оттуда. Но я не... Так стой, наконец. Именно за это я тебе плачу. Андрей! Андрей! Простите. Пап, ты че ты делаешь? Пойдем домой. Зачем? Нам тут хорошо. Тут клево. Виктор Сергеевич, да все в порядке. Ну да. Да мы присмотрим за ним. А вон, закрой. Я сказал, быстро встал и пойдем домой. Что с тобой? Андрей, поехали. Все. Ага. Ну все нормально, Андрюша. Слушай, пап, ну че ты меня так опозоришь-то, а? Ну я же не маленький, не надо меня контролировать. Андрей! Вообще, если ты думаешь, что я сорвусь, то это не так. Андрей, тебя Вера ждет. Ага. Это она тебя бы дослала? Да нет. Это я по собственной инициативе тебя полночи. По разным гадешникам разыскиваю. Слушай, пап, Вера, она, ну... Мы... Впрочем, я не знаю, что случилось, но... Че-то не так, пап. Сынок. Она очень много пережила. Она очень тебя любит. Ну дай ты ей время. Поехали, а? Поехали. Наверное, ты прав. Да бог с ними. Ребята, я домой поеду. Да, Андрюха. Классно потусили. Давай, конечно. Пока, Андрюх. Если я еще раз увижу вас рядом с Андреем, я надеюсь, твоих куриных мозгов хватит, чтобы понять, что я не просто пугаю. Я не слышу. Угу. Слушай. Слушай. Привет, Вера. Можно? Проходи, присаживайся. Я тебе чаю налью. Не надо. Я не хочу. Я в курсе, что вчера произошло. Виктор Сергеевич рассказывал. И что мне делать? Вер, ты взрослый человек. Ты понимаешь, на что ты шла и ради чего? Я не думала. Что ты не думала? Ты не думала, что у жены, прости за банальность, есть какие-то супружеские обязанности? Света, я не знаю. Я запуталась. Света. Я не понимаю, где уже я. Я. У меня чужое лицо. У меня чужая жизнь. Я живу чужими проблемами. Это все какая-то роль, из которой невозможно выбраться. Если бы я могла полюбить Андрея так, как любила его Вера, наверное, мне было бы проще. А ты попробуй полюбить. Кто? Кто я? Я или Вера? Вера его и так любит. Ты понимаешь, кто в этой ситуации? Все, тихо, тихо. Успокойся. У меня таблетки есть. Какие таблетки, Света? Вера. Он живой человек, ты понимаешь? Он хороший. Он очень хороший. И если бы я могла быть собой, но я не могу. Он смотрит на меня, как на Веру. Он целует меня и видит свою жизнь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Я сошла с ума. Ты не сошла с ума. Просто получилось так, что Андрей, он стал тебе небезразличен. И ты его ревнуешь. Как ни странно, к Вере. Смешно. К самой себе. Получается так. И пока ты не примиришься с тем, что ты и есть Вера, тебя просто будет разрывать на части. Ты должна... Господи, это все какой-то бред. Это какой-то страшный сон. Я хочу, чтобы это все закончилось. Но ты же понимаешь, так не бывает. Жизнь это не сон. Мы и сном не можем управлять. А в жизни нами чаще всего управляют обстоятельства или другие люди. Вот что. Попробуй сделать так. Представь, что твоя внешность это новое платье. И когда Андрей обращается к тебе, как к Вере, он делает комплимент твоему новому наряду. Так просто. Но внутри этой одежды ты и Маша. Так просто. Да. Чаще всего сложные психологические проблемы решаются очень просто. Мы сами усложняем жизнь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Ну вот и молодец. Как твой брат? Как проходит лечение? Хорошо. Уже сделали вторую операцию. Он пишет, что очень хороший уход. Ну, отлично. Ты это спросила, чтобы я не забывала, зачем все это, да? Ты сама скоро станешь настоящим психологом. Да. Если не свихнусь окончательно. Ладно, Свет, спасибо тебе большое. Пойду. Счастливо. Вер, помни, о чем мы с тобой говорили. Пока. Верочка, закрой глаза. Как я по тебе соскучился. Андрей. 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 Перестань! Вера, ты в порядке? Андрей, все хорошо. Я не сделал тебе больно? Нет, Андрей, Андрей, все в порядке. Ты меня просто нашла. Да, конечно, конечно. Привет, сын. Как дела? Привет, пап. Нормально. А где Вера? Уехала утром. Еще не вернулась. А куда уехала? Не знаю. Сказала, надо. Андрей, у вас все в порядке? Ну, да, все нормально. Есть хочешь? Да нет, спасибо. Я не хочу. А что, приехал? Да так, давай. Здравствуйте. Виктор Сергеевич хотел бы поговорить с вами. Виктор Сергеевич? Да. А где он? Он в машине. А я не могу. Я не могу. Мне нужно зайти домой. Мне нужно взять... Не трогайте меня. Пойдемте. Пойдемте. Он только поговорит с вами. Не волнуйтесь. Пожалуйста. Что ты творишь? А что? Мне надо было зайти домой. Мне нужно было взять какие-то вяжь. А что нельзя? У меня, в конце концов, есть своя... Да нет у тебя никакой своей жизни! Ты должна быть с Андреем. Поняла? Но я же не могу все время. Мне... Мне нужно хотя бы иногда побыть с собой. Прежняя... Так, понятно. Видимо, тебе придется кое-что показать. Серёза! Да? Поехали! Угу. Зачем вы меня сюда привезли? Я хочу тебе кое-что показать. Я думаю, тебе будет это интересно. Вот. Что это? Марии больше нет. Есть вера. А теперь как ты понимаешь? Как вы могли? Ты о технической стороне вопроса? М-м-м. Несчастный случай. В глухой деревне, где малоизвестная актриса Мария Соловьёва приехала готовиться к своей очередной шедевральной роли. Свидетелей нет. А на пуске леса обнаружили обглоданный медведями труп. Ну, что поделать? Тайга. А как же я? Я? Вставай. Вставай. Все будет хорошо. Ты вернешься к Андрею. Все будет как и прежде. Твой брат будет выздоравливать, а ты будешь любить моего сына. И будете вы жить долго и счастливо. Ну, почему? Потому что я так хочу. Слушай, ну я тебе звоню, звоню. У тебя телефон выключен. Батарейка что, села? Да. Батарейка села, да. Ты себя хорошо чувствуешь? Да, у меня просто голова болит. Так может врача вызвать? Нет. Не надо врача. Я просто сейчас полежу. Может все-таки вызвать врача, Вера? Не надо, Андрея. Я просто полежу. Ладно, отдыхай. Не надо, Андрея. Я просто полежу. Ну, ладно. А я еще через два дня покажу. Ну, ладно. А я еще через два дня покажу. Привет. Привет, Андрюш. Привет, Свет. Отец, привет. Здравствуй, сын. Вера, иди сюда. Смотри, какие гости. Свет, ты где была? Так давно не заезжала? Уезжала. Отдыхала, работала? Скорее, по делам. Ясно. А где была? Сначала в Германии, потом… потом в Бельгии. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Верка, у нас хондрит чего-то. Ну, ты чего? Заболела, что ли? Нет? Все хорошо. А что это, сын? Новый проект? Да. Нравится? Здорово. Смотри, вот эти контрафорсы усиливают основную конструкцию. Вот здесь и здесь. Ты знал? Нет, честное слово. Он только сегодня мне сказал. Привез тебя, чтобы ты мне объяснила, что все в порядке. Ну… Вот они же будут выполнять роль беседок. Ну, по сути, еще одни вынесенные веранды. Пап, ты слушаешь? Да, здорово. Девчонки! Может, на стол что-нибудь сообразите? Сынок, я бы римашку исполнил бы. С утра, что ли? Почему бы и нет? Ну, что, пойдем. Он говорит, молодой человек, мы не могли бы побыстрее. А я на костылях, у меня капельница. Ха-ха-ха-ха. Ну, ладно. Ну, все, ребята, нам пора. Вера, ну, пироги твои были просто чудо. Ну, и вообще, нам надо, я думаю, почаще вот так собираться. Вот так вот, по-семейному, да? Слушайте, а давайте мы все вместе куда-нибудь поедем на недельку, а? Ну, вот хотя бы вот в эту вашу Италию. Да запросто. Вон у Кукушкина вилла под Венецией. Он давно нас зовет. А оттуда можно Верону смотаться. Мы ж так и не побывали. Сынок, заметано. Значит, я с делами разгребаюсь и вперед. Отлично. Ну, давай, счастливо. Светка, пока. Заезжайте. Обязательно. До свидания, Вера. До свидания. Ну, папа дает, конечно. В смысле? Да я про Светку. Ну, давно бы женился. Ну, да. Слушай, Вер, я хочу извиниться перед тобой. Ну, за тогда. Я что-то не могу себе простить этого. Андрюш. Ну, что ты? Это ты меня прости. Это… Это я… Правда? То есть, ты меня не ненавидишь? Ну, нет, конечно. Верка ты моя. Что бы я без тебя делал? Ну… Какие на завтра планы? Я работаю весь день. Мне надо к среде все сдать. Я… Я завтра в город поеду. А ты… Ты работай. Работай, я не буду тебе мешать. Ты мне и так никогда не мешаешь. Андрей… Андрей, иди. Иди наверх, я сейчас приду. Иди. Значит, вы утверждаете, что вы Мария Соловьева? Да. И под нажимами и угрозами со стороны гражданина Шестопалова вы сделали ряд пластических операций по изменению внешности. Фигуры, голоса, так? Да. Только не под угрозами. Понимаете, у меня просто не было другого выбора. У меня брат. Да я понял, понял. Затем гражданин Шестопалов инсценировал вашу смерть и принуждает вас к сожительству со своим сыном. Мне кажется, что он хочет, чтобы я осталась женой Андрея навсегда. Только Андрей, он ничего не знает. Он… Ничего не знает, да? Совершенно ни при чём. Ага. Вы хоть сами слышите, как это всё звучит? А? Чёрт. Послушайте, я понимаю, что всё это выглядит неправдой. Это не выглядит неправдой. Это выглядит бредом. Я не знаю, зачем вам понадобилось опорочить гражданина Шестопалова. Ну, возможно, шантаж, какие-то личные мотивы. Но вы хотя бы придумали историю пореальней. На что рассчитываете? Шестопалов Виктор Сергеевич – уважаемый гражданин нашего города. И вы думаете, просто так вот можно взять и смешать его имя с грязью? Ну, это правда. Вы всё-таки настаиваете? Да, я настаиваю. Ну, хорошо. Я вас на минутку покину, а вы ещё раз подумайте о том, что вы мне сейчас наговорили. Виктор Сергеевич. Алло, Виктор Сергеевич. Послушайте, снимите у меня отпечатки пальцев. У меня же отпечатки пальцев остались прежние. Вы ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. Ну, тогда откуда у нас могут быть ваши прежние отпечатки пальцев? Я не знаю. Ну, хорошо. Давайте начнём с того, что установим вашу настоящую личность. Сумочку, пожалуйста, предъявите к осмотру. Зачем? Ну, документы, паспорт, там, водительское удостоверение. А у меня ничего нет. Ну, начнём с того, что есть. Выкладывайте. Это ваша? Нет. Я не знаю, а что это? Это, похоже, наркотики. И сильно действующие наркотики. И были они в вашей сумочке. Вот это и объясняет ваши фантазии и галлюцинации. Я вас вынужден задержать для вашей же пользы. К стенке. Заходи. Вот здесь сидишь. Соловьёва на выход. Куда? К следователю. К стене. А, проходите. Виктор Сергеевич мне всё объяснил. Понимаю, посттравматический синдром. Но вам помогут. Виктор Сергеевич сейчас заберёт вас домой. А вы уж проследите за тем, чтоб в таком состоянии она не оставалась одна. Да, конечно, конечно. Подождите. Подождите, а как же наркотики? Так это же оказалось ваше лекарство. Что же вы мне сразу не сказали? В нём никаких запрещённых препаратов нет. Лекарства? Вы всех купили? Я никого не покупаю. Я даю людям возможность совершить правильные поступки и принимать верные решения. Правильные для вас? Хватит. Ещё раз. Ещё раз ты выкинешь что-нибудь такое, и я сделаю так, что тебя упрячет в психушку. Но не как Марию, а как Веру, слетевшую из катушек и мнящую себя актрисой. И вот тогда про брата ты можешь забыть. Так что, в любом случае, тебе быть Верой или рядом с моим сыном, или в больнице для умолешённых. Так, выбирай. Молодец. Ты приняла верное решение. Пойдём. Отвезите меня к Свете. Мне надо. Мне кажется, она мне поможет. Я надеюсь, ты всё поняла и больше глупостей делать не будешь? Не буду. Хорошо. Полчаса тебе хватит? Да. Я буду ждать тебя в машине. Я буду ждать тебя в машине. Это бесполезно. Дальше будет только хуже. Он не отпустит. Света, я не знаю. Мне надо было сделать хоть что-то. Я не могу так больше. Может, надо было просто смириться? Смириться? Ты когда-нибудь видела свою могилу? Или у тебя был брат, жизнь которого зависит от этого чудовища? У тебя когда-нибудь отнимали саму себя? Я понимаю. Но что мы можем? Света, у меня остался последний шанс. Просто помоги мне. Пожалуйста. Ну как, прошел сеанс? Я надеюсь, пациент чувствует себя прекрасно. Все в порядке. Девочка справится. Ну, это замечательно. Я поеду с вами. Ей сейчас будет проще среди людей. Я буду только рад. Поехали. О, привет. Привет, сынок. А мы вот в городе Веру случайно встретили и решили подвезти. Ну и заодно к тебе в гости прийти. Как там вчерашние наши пироги остались еще? Хорошо, что заехали. Сейчас я там закончу быстро. Андрей. А? Не уходи. Нам надо поговорить. А что-то случилось? Случилось, Андрей. То, что ты сейчас услышишь, может показаться тебе нелепым. Вы что? Вы чего? Вы с ума что не сошли? Погоди, папа, подожди. Света, что ты хочешь сказать? Послушай, Света, если ты… Ты даже себе не представляешь… Мы хорошо представляем, Виктор Сергеевич. Андрей, я не Вера. Вера, заткнись! Папа! Что тут происходит вообще? Мне кто-нибудь может объяснить? Андрей, Вера погибла. Это… Мария, которую сделали похожей на Веру. Как это? Ребята, что же вы творите, а? Что же вы творите? Это что, правда, что ли? Меня зовут Мария. Я актриса. Мне сделали пластическую… Отойди от него! Не трогай ее! Вы… Вы даже не понимаете, что вы… Что вы наделали… Вы даже не понимаете, как… Как могло быть все хорошо… Что хорошо? Ты понимаешь, что ты всем жизнь искалечил? Кому я жизнь искалечил? Да я вас! Вот я… Я его всю жизнь из дерьма вытаскивал. Я дал ей шанс! Спасти своего брата! Стать хоть кем-то! Я тебя… Я тебя всю… Всю жизнь… Папа! Витя! Витя… Да! Это вы! Можно? Конечно! Проходите! Виктор Сергеевич! Я в курсе! Садитесь! Значит… Будем… Так сказать, возвращать исходный материал! Да! Вы уверены? Вы обязаны! Тссс! Не волнуйтесь! Я же не отказываюсь! Мне это даже интересно! Это впервые такая задача! А вы… Вы-то сами… Готовы пройти через все это еще раз? Да! Вы совсем не изменились, но все-таки вы удивительный экземпляр! Вы тоже не разучились делать девушкам комплименты! Я рад, что мы понимаем… Друг друга… Ну, скажите… Это хотя бы… Стоило того? Да! Ну что… Пойдемте! Давайте! Давайте будем готовиться к возвращению! Здравствуйте! Здравствуйте! Это точно покруче твоих приключений в тайге будет! Этот фильм точно не покажут? Да точно не покажут! Там и показывать нечего! Мы его не досняли к тому же! Странно! Вообще сказка какая-то! А чего? Сказки тоже бывают прикольные! Ну, это если сделать нормально! А там ни времени, ни бюджета! Как обычно! Да и написано! Кое-как! Привет! Привет, Маша! Андрей! Игорь! Познакомься! Это… Андрей! Игорь! Очень приятно! Вы тоже актер? Нет! Я нет! Андрей – архитектор! Угу! Круто! Ну, ладно! Я пошел! Угу! Ты помнишь? Поздно будешь? Не знаю! Мы после курсов с ребятами договорились в боулинг! Угу! Ну, ты позвони мне, хорошо? Обязательно! Пока! Ну, пока! Игорь! Ну, подготовительный ходит! Поступать собирается! В университет! Здорово! А! Тебе! Спасибо! Я смотрю, ты носишь! Что? А! Ну, да! Очень красивый! Ну, и как? Я тебе настоящая? Ты всегда была настоящая! Да? Угу! А ты как сейчас? На работу? Да! У меня сегодня съемки! Недалеко здесь, в Центральном парке! Слушай, а можно с тобой? Я никогда не видел, как кино снимают! Ну, да нет там ничего интересного! Обычный сериал для телека! Ну, все равно интересно! Если ты не против, конечно! Да нет, я не против, конечно! Просто я боюсь, что тебе скучно будет! У-у-у! С тобой мне скучно! Не будет! Ну, пойдем! У-у-у! У-у! У-у-у! У-у! У-у! У-у-у! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok